Издательство Эксмо. Олег Рой. Семь признаков счастья. Сборник рассказов. Ангел-стажер. Вот было бы здорово, если б рождественские ангелы существовали на самом деле и прилетали бы к нам, пусть хоть один единственный раз в году, исполнять наши заветные желания. И тогда я бы захотела, не знаю, что и выбрать, может быть, настоящую любовь, большую и счастливую, а то мне уже 22, а настоящей любви до сих пор нет. Тогда я загадала бы, чтобы он обязательно был высокий, красивый и мужественный, настоящий мачо, чтобы был смуглый брюнет с чёрными глазами или с зелёными. Зелёные тоже красиво. Лучше всего, чтобы иностранец, скажем, из США или Канады. А если наш, из России, то чтобы богатый, чтобы своя большая фирма, загородный дом и Мерседес. Или, может, загадать что-нибудь другое, например, какую-нибудь особенную встречу Нового года, чтобы не как всегда, не в семейном кругу с мамой, папой и бабушкой, не с подружками и не в компании бывших одноклассников, а что-нибудь очень красивое и романтическое. Например, в модном клубе, чтобы роскошный зал, изысканная еда, шикарная программа и вокруг одни знаменитости. Да чего же этого хочется? Может, занять у родителей денег и отправиться в новогоднюю ночь в какое-нибудь шикарное место? Нет, всё равно ничего не получится. Поздно спохватилась. Сегодня 30 декабря, наверняка все билеты уже куплены и столики заказаны. Так что буду встречать Новый год, как обычно, под телевизор, поедая мамины салаты. Может, как в прошлом году, забежит Оксанка, если опять поссорится со своим Сашей, притащит бутылку шампанского, сама же её и выпьет, и до утра будет рассказывать мне, как она его любит. А утром Сашка прикатит к ней мириться и увезёт её завтракать в дорогой ресторан. Сашка у неё богатый, а я опять останусь одна. Такие вот мысли, праздничные и не очень, бродили в голове Насти, стажёра одного из магазинов крупного торгового центра. Стажёр пока что не продавец. Серьёзной работы девушке ещё не доверяли, даже сейчас, в предпраздничной суматохе. В основном Настя бегала на склад, чтобы опять заполнить быстро пустеющие полки, да заворачивала подарки в яркую бумагу, украшенную снежинками или фигурками Деда Мороза и Снегурочки. Упаковка очень хорошее занятие, потому что не отвлекает от мечтаний. Руки работают, а голова свободна. Фантазируй сколько душе угодно. С покупателями обычно занимались другие, более опытные продавцы. Но сегодня, в канун праздника, в магазине было столько народу, что и Насте невольно приходилось отрываться от своих грёз о рождественском ангеле-исполнителе желаний и общаться с теми, кто пришёл выбрать подарок. Сейчас, под вечер, это было уже довольно утомительно. Покупатели как сговорились, сами не знают, чего хотят, никак не определяться с выбором, измучают просьбами показать и то, и другое, и пятое, и десятое, а в результате так и уйдут, ничего не купив. Взять хотя бы этого шатена в синей куртке. Вот уже битых полчаса торчит в магазине, всё выбирает, да ещё с дурацкими вопросами пристаёт. А что вы посоветуете? Ну, что Настя может посоветовать, если она знать не знает его девушку? А то, что подарок выбирается для женщины, невооружённым глазом видно. Может, вот это? Как вы думаете? Спросил шатен, указывая на современную статуэтку в абстрактном стиле. Настя только плечами пожала. «А вам что, эта фигурка не нравится?» Тут же прицепился он. «Да ужас просто!» — буркнула Настя и тут же пожалела о своих словах. Вдруг шатен обидится, что она так отозвалась о приглянувшиеся ему вещи. «Если у тебя плохое настроение, это не повод, чтобы портить его другим, и уж тем более не повод грубить клиентам». Но парень нисколько не обиделся, а поинтересовался с улыбкой. «А какой подарок вам бы понравился?» «Рождественский ангел», — быстро ответила Настя. «Вы любите ангелов? И какого же вы хотите? На ёлку или под ёлку?» «Всё равно главное, чтобы он был... чтобы в нём было что-то волшебное. Чтобы, глядя на него, можно было поверить, что он действительно исполняет желание». Выпалила Настя и вдруг смутилась. С чего это она вдруг разоткровенничалась с незнакомым человеком? Правда, этот парень очень симпатичный, и улыбка у него приятная. Впрочем, ей-то какое до этого дело? У этого шатена девушка уже есть. И явно любимая. Вон, как он для неё старается. «А скажите, Настя...» — начал была он, внимательно изучив её бейджик. «Настя, беги на склад! Быстро, быстро!» — крикнули ей. И она, извинившись перед клиентом, поспешила покинуть торговый зал. Провозилась на складе довольно долго, а когда вернулась, шатена в синей куртке уже не было. Не успела Настя огорчиться, как её окликнула Таня, младший продавец. «Настя, тебе тут просили передать!» — и сунула в руки яркую подарочную коробочку. Удивлённая Настя открыла коробку и, к несказанному своему удивлению, обнаружила в ней очень красивого рождественского ангела из гипса. Устойчивого и с золотой петелькой. Можно и на праздничный стол поставить, и на ёлку повесить. А на основании фигурки было размашисто написано фломастером «Исполняю желание». Настя тихонько засмеялась от радости. Как это мило! Конечно, она понимала, что симпатичный молодой человек в синей куртке просто хотел сделать ей приятное. Но так вдруг захотелось поверить в сказку, и Настя прижала ангелочка к груди и крепко зажмурила глаза, загадывая желание. 31 декабря в магазине, к счастью, был выходной. Настя наконец-то выспалась, и, проснувшись уже почти в полдень, первым делом снова взяла в руки ангелочка, проведшего ночь на столике у её кровати, и полюбовалась им. А потом зачем-то ещё раз заглянула в коробочку от подарка, и тут, к своему удивлению, обнаружила внутри записку. Как она не заметила её раньше? На листке, видимо, вырванном из блокнота, было написано «Дорогая Настя, пусть этот ангел исполнит все ваши желания». Извините, что так вышло. Вы мне очень понравились, но я всё никак не решался заговорить об этом, а потом было уже поздно. «Меня зовут Дмитрий, мой телефон...» Настя перечитала записку ещё раз и ещё, а потом соскочила с постели и, как была босиком в одной футболке, побежала искать мобильный. Дмитрий снял трубку сразу же, точно ждал её звонка. «Это Настя». «Настя, как я рад, что ты позвонила. Слушай, ты не выручишь меня сегодня?» «А что такое?» Слегка напряглась она. Не зря её сердце чуяло подвох. «Ведь красивые истории бывают, увы, только в кино. Неужели он сейчас денег попросит? Или ещё что-нибудь в таком же духе?» «Понимаешь, тут такое дело. Я недавно в Москве, только вчера приехал из Берлина. Ты живёшь в Берлине?» Не удержавшись, перебила она. «Только временно. У меня там стажировка. Я ведь тоже стажёр, как и ты». Даже по телефону было понятно, что он улыбается. И тут выяснилось, что мама выходит замуж. Да-да, не удивляйся, у меня очень современная мама. И совсем молодая, ей всего 42. Но наш с ней совместный Новый год теперь отменяется. Она, конечно, хочет встретить его со своим женихом. Я понимаю, что у тебя наверняка уже другие планы, но, может быть, ты составишь мне компанию в новогоднюю ночь? Я заказал столик в одном скромном, но симпатичном пабе. Там будет весело. «Настя! Алло, Настя! Что ты молчишь?» Молчала она, потому что у неё перехватило дыхание. Господи, неужели такое бывает? Неужели действительно мечты могут сбываться? Это была лучшая новогодняя ночь в её жизни. А после того, как пробило 12, и отзвучали первые тосты за наступивший год, Дмитрий спросил её о своём подарке. Фигурки рождественского ангелочка. Как он? Оправдал надежды? В точности ли исполнил все твои желания? Настя улыбнулась, вспомнив о том, что загадывала. Элитный клуб и жениха-миллионера на Мерседесе. Вместо этого получился папа и стажёр Дмитрий на Тойоте. Но это вышло гораздо, гораздо лучше. Не совсем в точности, смеясь, ответила она. Но исполнил. Ну ничего, всё впереди, оптимистично заверил Дмитрий. Он пока только учится. Он ведь ещё не настоящий ангел, а только стажёр, как мы с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok